друзья всем привет мы сегодня с галиной сегодня да сегодня 31 июля 31 июля на улице теплая хорошая погодка и вот мы сегодня выбрались в район королевских ворот с галей мы не будем сегодня особо показывать город потому что в принципе эту часть города вы уже все раз много раз видели и она как бы ну обычная для для путешествия а мы сегодня вам всякого решили порассказывать ну там то что докопилось про наши приключения и вот то что вот как сегодня у нас был рабочий день как у нас проходил интересно поэтому вам это порассказываем и вот в общем недолго такое будет прямое включение для вас поэтому поехали да королевские ворота вам покажем что мы около них около этой красоты галина ой ну что на начнем наверное начнем наверное рассказывать свою историю как мы сегодня с утреца приехали на работу вроде бы все было ничего не предвещало беды что называется да галь вот от работа это глупость оказывается еда оказывается есть определенная группа лиц сумасшедших которые подвержены и вот даже я бы сказал опасно бывает находиться в этот момент рядом значит началось с того что мы отработали до обеда с галей и пошли решили выбрать пойти в нашу любимую столовую кафе до называется готова до находится в виктории здание виктории проходи как туда спускайся мы пойдем гулять в районе где показать а но это потом покажу вот пошли в викторию пообедать мы там обычно как будем берем какую-нибудь кашку какую-нибудь котлетки супчик галя в этот раз взяла себе печеночные котлетки и там салатик да а я взял рисовую кашку там и блинчиков взял немножко с творогом да ну рассказывай дальше что было очень долго долго мы выбирали выбирали а там обычно большая очередь но она очень быстро движется мы с этими разносиками значит по по этим вот по трубочкам так бегаем бегаем тут вдруг неожиданно там в конце очереди мужчина стал возмущается что-то кричать такой мужчина метр наверное да нет он метр восемьдесят где-то просто показалось такой вот он кричал что сначала что его типа ему не отвечают что это такое что-то в общем смещался мы же не переглянулись и же не говорит какой-то неадекват я говорю какое быдло ну да что он прям совсем и все мы забыли про него он там успокоился уже подошли наверное человек было 10 да мы уже стояли на кассе впереди меня мужчина тоже там девушки видимо свои брал там у него большой большой разнос я стою и со мной жена и и вдруг это гора с разносом полным еды и супом с кашами красный суп какие-то там салаты у него сок сока томатного еще что-то в общем он подходит к нам естественно мы стоим возле кассы он в таком негодование что он не ехал как все а все в очереди стояли там в кафешке там все по очереди подходит там такой проход вот здесь вот мы с разносами идем а здесь красиво декоративная стена увешана всякими растениями растениями зелеными и вот он берет хватает свой разнос и он идет с ним сквозь всех этих людей подходит кассе а тут мы я же не этот мальчик и он сердцах таких злой такой начинает говорить мат откровенный а и кидает этот прям на галю прям на меня я такая поворачивая что это было у меня над запекла ногу такая думаю что у меня нога болит схватилась у меня на самом деле там синяк образовался этот мужчина вся брючина у него в борще он такой мы как бы мне тоже досталось до жене тоже я смотрю уже некая шикарные туфли смотрю тоже на нем рис валяется оглядываемся на пол тут все все стекле все в тарелках все в посуде а он вылетает в этом а он срывает растения ветки несется материться несется на выход и убегает и убегает и такая вся тишина все такие что это было что это было я начинаю начинаю приходить себя что у меня болит нога потом я понимаю что у меня все ноги в салате там все такое это все спряхиваю потом же никто и галя у тебя все платье в борще но это там оттиралась а вот эти все остатки остатки вот эти вот покажи перебору вот 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 тут подожди я покажу вот все в пьян да суть в том что короче и не уже кушать не хотелось я уже сразу у меня аппетит пропал я начала себя жалеть потом я говорю же не вы да ладно это же ветроградный меркурий слушай же не как мне повезло если бы он не на голову этот разнос положил да ну как бы вот мы сидим и обсуждаем что ведь на самом деле как много страдает людей от неадеквата неадеквата непонятных этих ситуаций да хорошо так все обошлось там платье пострадала нога чуть-чуть пострадала а если бы он кинул в меня там же горячая еда я что потом говорю что человек абсолютно неуравновешенный опасный для общества зашел в хорошее кафе причем действительно одно из одно из лучших кафе уверен я даже одной из лучших это как бы не кафе это столовая считается но она очень на высоком уровне вот современная столовая вечером уже к закрытию вся еда продается в 50 процентов со скидкой и все пенсионеры которые вот живут в округе а там много старых домов много людей они все приходят туда ужинать 50 процентов это где-то порядка 150 180 рублей у них прекрасный ужин с хорошим соком с какой пироженкой там но я добавлю уже вот завершающую эту тему что понравилось во всей этой неприятной ситуации то что в конце уголе взяли все-таки номер телефона и буквально наверное не прошло и часа как мы вышли из кафешки мы как бы не что были такие расстроены все да мы рассказали все своим коллегам да они все говорят но он все что угодно он мог кого угодно он там это неадекватный человек не управляем и потом не прошло и часа гали позвонил руководитель этой столовой готова извинился принес свои извинения хотя конечно причем здесь руку ну как бы сам само руководство и сама столовая здесь не причем но он тем не менее выразил как бы сказать свои извинения перед нами что вот так вот случилось он сказал я то понимаю что вы пришли чтобы получить позитивные эмоции выпасть получили вот такое да мы конечно сказали что спасибо что и вы нам позвонили все понятно и он даже сказал что он компенсирует вот этот весь затратный момент что мы там поели да это сосна будет за счет столовой он этот момент взял на себя естественно его и ищут этого человека камеры там везде есть сейчас будут его разыскивать подадут заявление конечно очень хочется верить что этого неадеквата найдут потому что ну представляете такое существо разгуливает по городу среди всех нас и она все что угодно может сделать то есть ему вот человек чужой посторонний вообще как бы не препятствие вот что самое страшное то есть проблема в том что вот есть такие люди вокруг нас среди нас и в калининграде тоже да везде вот кстати показываем вам кафе вот здесь на литовском валу сделали кафешку отремонтировали полностью вот этот вот один из ну я не знаю что это там каких-то каких-то остатков от форта немецкого старого форта да вот и здесь делали кафешку музей а фонтан водопада водопад был водопада но сейчас мы дамы сейчас обойдем очень прикольная тоже кафешка нет но это остатки именно крепостной этой стены 100 остатки крепостной стены в принципе мы с тобой же показывали уже по моему литовский давно давно да ну вот мы сейчас еще раз пройдем кстати по поводу по поводу новость по поводу новостей там тоже грязь гальку лучше здесь пойдем значит по поводу носить вот это все грязюка вот это вся планируют сделать здесь пешеходную все-таки зону и планирую здесь узнать правда уже планируют года наверное два вот но пока еще ничего не сделали ну вот кафешку уже открыли интересную интересную кафешку продолжение темы сумасшедших и придурочных оказывается это не только у нас касается но еще в целом бит целом мире тоже это как бы проявляется это ужас это же какой-то ужас посадили эту толстую вавилонскую блудницу на местах иисуса христа вместо ипостасов там вот этих кто там будет а этот в виде синяя чучела в блюде на и в качестве еды или что это отрубленная голова марии антуанетты которые это вообще это явный всадник апокалипсис это что за посыл такой слушайте где-то когда-то читаешь думаешь но это на весь мир они уничтожают я не знаю православных христиан тут дело в том что они в первую очередь они уничтожают человеческий рассудок моральные принципы и хороший вкус понимаешь там там не было вообще то есть это бескусица полнейшая не было никакого нормального вкуса его при создании вот этой всей олимпиады я смотрю некоторые ее еще хвалят тут смотрите паспорт объекта пойдем подойдем поближе там что-то написано что будет что делаться сейчас тут получается ремонт напрямую ходили да а сейчас получается только обойти через эти ворота раньше видите вот пыли тут такие ворота они опускались поднимались от колесо еще осталось паспорт объекта а все что ли а когда они обещали что будет это дорожка здесь нормально не не вряд ли ты просто будут ручей вот это болото будут разочищать в этом ручье но она сейчас перестала течь и она стала она еле-еле через трубу а раньше с водопадом это чисто болото стало вот от музей блока блока гаусс он тут и остался вот блок гаусс да но еще к этому музею пристроили вот это кафе но это прикольно здесь в этом музее тоже много как бы по военной тематике того времени вот здесь картинки еще посмотрим какие то а как это была реставрация сейчас нету это что за такие колеса диски а я не знаю надо это это надо идти в музей теперь расскажет 1685 1870 ну да когда вот так это наверно меня может какой-то типа того пойдем посмотрим дальше что мы там увидим еще вот так вот поэтому конечно то что было показано на олимпиаде нет я хотел бы я хотел бы наших подписчиков узнать мнение как они относятся к тому что происходило ну конечно хочется узнать мнение что вы думаете насчет вот нашего такого обеда можем у меня такого еще никогда не было чтобы так вот прям при тебе швырнули в тебя под нос все раз бомбили разорвали эту там эти растения которые там украшают и вылетели быстренько с этого кофе здесь хорошо в этой части литовского вала очень даже приятно гулять так оно как бы дикое конечно такое место но все равно приятно сейчас галя на машине поэтому мы периодически можем везде за и заехать где-то погулять да потом обратно поехать вот поехала галя на переодевку с работы пришлось отпросить сегодня на показ ну да понимает что это я не замухрышка а так привезла вся в этих пятнах ну да это как бы неприятно конечно в общем вот такие вот истории неприятные но в то же время они достаточно эмоциональные и ну с этого можно сделать какой-то ну хотя бы вывод да нужно быть настороже всегда смотреть если видите что мы искали мы искали что еще говорили что если бы он но мы видели что он неадекватный если бы он сказал чтобы его пропустили на на кассу буду наверное бы его пропустили потому что с психами лучше не да не связываться но он нам ничего не сказал он не успел вообще ничего он просто сразу как только подошел к нам швырнул в нашу сторону эти тарелки и подносы и убежал из кафе сделав много морального и такого вреда материального вреда да вот поэтому мы бы его пропустили если попросила бы но это но это существо не привыкла ничего просить она просто делает то что она считает нужным надеюсь будет поймана и наказана потом вам расскажем если нам там да если нам узнают что с ним сделаем ну что такого он людей убивает никаких наказаний а тут подумаешь да поранила девочка мелочь какая но все равно как бы там ни было я всегда считала что вот это вот всякое вот такое происходит где-то с кем-то но не с нами ну да да тут когда-то вот года назад или год сбили девочку ну просто стоял дедушка с девочкой на остановке ехала машина спокойно спокойно и резко сворачивать влево выезжает на остановку девочки гибнет 7 лет страшная трагедия ребенок вообще ни при чем ну то есть понятно что это упадешь от случайностей ну как бы никто не застрахован но все равно надо как-то вот озираться даже я вот сейчас иду и думаю я же видела что они дыбат я же видел как он ругается мне что повернуть голову увидеть что он да ну в общем берегите себя дорогие наши зрители да и наши коллеги да ну в общем такое мы вам рассказали ждем от вас комментариев небольшенькое такое включение погода в калининграде замечательная в принципе все неделю будет еще по ну пока прежде чем мы не закончили хочу еще единственно сказать момент такой что что мне нравится все-таки помимо всего негатива который происходит в периодически вокруг нас сейчас что мне нравится в калининграде это то что все-таки он не сильно жаркий город все таки здесь июль ну где-то на 24 на 25 бывают там до 30 доходит бывает но это все равно прерывается относительно каким либо дождичком либо как-то да либо снижением температуры вообще в целом вот даже сейчас солнце все хорошо никаких дождей витязь сухая почва все земля кстати здесь достаточно быстро пропускает воду потому что такая на песке больше замешанная и не стоит она здесь никак вот найти есть глинистые почвы там подолгу очень понеделем стоит вода здесь все это да и уходит и при этом нету такой влажности то есть важность там максимум 34 там под 40 процентов сейчас да хорошо свободно дышится легко и и не душно то есть вот как я смотрел новостях по новостям особенно как люди страдали в геленджике там у них еще свет отключали они там эти кондиционеры не могли свои включить а без кондиционеров там не жизнь вообще так который который руководитель галина отправил вам 2000 рублей на карту сберпанк еще раз извините мол поблагодарим конечно огромная огромная ему благодарность что вот вот такой человек ну как бы отзывчивый и что он понимает что репутация кафе тоже очень много по-моему мы со своей стороны выражаем роману благодарность то что он оказался таким отзывчивым человеком и все да и хотим посильно так скажем вот для вас прорекламировать может как его кафе это на самом деле в кафе там такой большой ассортимент блюд там салатов наверно штук десять горячего второго ну все и рыба и говядина и семга и печенка но все есть сердечки ну что только нет супы литовские холодные борщ рассольник сырный тыквенный я ставлю вставки этого кафешки там как бы как она выглядит впрочем хотя мы уже я снимал на ног на шортах показывал кафешку показывал да она действительно неплохое но я оставлю еще изображение тайков этого кафе вот и покажу людям что и адрес укажу где находится она если что чтобы найти ну а на этом мы завершаем наш так скажем короткий обзорчик то что сегодня день какой был веселенький у нас но еще в целом поэтому подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете на этот счет и всем пока пока до свидания дорогие друзья да не попадайте в такие истории из них с позитивом и берегите себя всем всего доброго